Дачникам Уральска начали выдавать квартиры в центре города. Вице-премьер Канат Бузумбаев посетил церемонию вручения ключей пострадавшим от паводка в новом жилом комплексе «Азимут». Обладателями квартир стали 15 семей, семь из них многодетные. Дачникам, единственное жилье которых пострадало во время наводнения, продолжают выдавать новые квартиры. Так, 15 семей стали новыми хозяевами квартир в центре города. И встретились с вице-премьером Канатом Бузумбаевым, который принял участие в церемонии вручения ключей от квартир в многоэтажном доме жилого комплекса «Азимут», а также поздравил новоселу. Канат Бузумбаев поблагодарил уральцев за упорство и терпение, а также предпринимателей, поддержавших обращение главы государства. Среди семи многодетных семей, которые получили ключи, оказалась и семья Масиловых. Они проживали в загородном доме в дачном обществе «Стеновик» 14 лет. После наводнения им пришлось несколько месяцев жить в эвакуационном пункте. В семье воспитываются четверо детей. «У меня четверо детей и восемь внуков. С 2010 года мы жили на даче. Весной произошли паводки, но государство не оставило нас без помощи. Нам предоставили новое жилье. Конечно, дача не сравнится с новой квартирой в центре города. Когда президент сказал, что никого не оставят в беде, у нас была надежда. Мы ждали. И сейчас хотим поблагодарить бизнесменов и всех казахстанцев, кто помог и не остался в стороне». По словам Акима области, на риману Турегалеева 71 квартира в этом жилом комплексе будет передана дачником, потерявшим единственное жилье во время паводка. Квартиры для пострадавших приобретены за счет спонсора на общую сумму 1,5 миллиарда тенге. Сейчас на строительных объектах для пострадавших от паводка по области работают более 300 единиц техники и около 2000 человек. Альбина Жекенова, Айбулла Джагапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42.